Продолжение следует... Вижу, спасибо. Уважаемые коллеги, у нас сегодня наш серединный вебинар нашей вебинарной недели. Сегодня его проведет Константин Николаевич Костюк, генеральный директор компании Директ Медиа. Но прежде чем предоставить ему слово для его вебинара «Новые медиаландшафты. Восхождение рынка авторов», хотел бы прокомментировать те ссылки, которые я дал в самом начале нашего чата. Там четыре ссылки. Первая из них ведет на наш видеоканал в YouTube. Прошу прощения, это вторая из них ведет на наш видеоканал в YouTube. И на нем будет опубликована уже сегодня вечером запись этого вебинара. А всего там хранится в настоящий момент около четырех сотен записей наших вебинаров. Первая же ссылка ведет на наш сайт, на его главную страницу с расписанием, в котором можно зарегистрироваться на любой вебинар до конца нашего учебного года. Третья ссылка ведет на страницу курсов Директ Академии. А четвертая ссылка на страницу, где будет вам выдан сертификат, где можно будет приобрести сертификат после прохождения нашего сегодняшнего вебинара. Также хотел бы проанонсировать три следующих вебинара. Сейчас я размещу информацию в нашем чате. Завтра состоится мой вебинар. Это второй из четырех вебинаров, посвященных учебному видео. Называется он «Готовим материалы для самостоятельной записи учебного видеоролика». В пятницу, 14 декабря, состоится вебинар нашей постоянной ведущей Татьяны Телегиной «Международные стили оформления библиографических ссылок, виды, сервисы, ресурсы и генераторы». Ну и уже в понедельник состоится вебинар также нашей постоянной ведущей Натальи Логачевой темы диссертации «Как выбрать, обосновать и писать с удовольствием». Ну, на этом моя вводная часть закончена. И я передаю слово Константину Николаевичу для проведения сегодняшнего вебинара. Константин, про связь. Константин Николаевич, звука нет. Не слышу звука, не слышу от вас. Проверьте, пожалуйста, выбор микрофона в меню «Настройки» сверху. «Мои настройки». «Микрофон и звук». О, слышно, слышно. Сказал слышно, да? О, отлично. Окей. Все. Ну, прошу тоже тогда сделать крестики. Слышите ли меня остальные? Вот, я всех приветствую. О, отлично. На своем вебинаре он, в принципе, повторяет мое уже однажды сделанное выступление вот по поводу феномена рынка авторов. Ну, постараюсь и какие-то новые идеи включить. Я, в принципе, построил презентацию как последовательность тезисов. И постараюсь так довольно быстренько про ним пробежаться. Ну, для нас, особенно для библиотек, эта тема интересна прежде всего вузовским контентом. Я буду говорить о том, что автор сегодня – это нечто иное, чем было автор вчера. И вот в нашем вузовском контексте мы, конечно, особенно встретились и видим феномен восхождения авторов. Практически каждый рядом с нами, от каждого преподавателя требуется и то, чтобы он был автором. Раньше этого не было. И в целом это все в контексте изменений медиаландшафта, который вот здесь, как я попытаюсь показать, вносит очень сильные изменения. И, конечно, эти процессы нужно замечать, понимать и осмысливать. Ну, если так заявлять тему, я бы это назвал одним из следствий цифрового медийного поворота. Ну, мы обычно говорим о цифровом как способе нанесения информации, но вместе с этим порождаются и совершенно новые эффекты. И, прежде всего, в отношении автора и читателя. Мы привыкли, что вот это автор, отношение автор-читателя – это такая незыблемая патриархальная ось власти, когда автор – это некий читатель, а читатель – это просто ученик. Вот одно из следствий нашего цифрового медийного поворота в том, что читатель больше не хочет быть просто читателем, просто ведомым, пассивным. Он хочет стать автором и становится им. И та цифровая личность, которая выходит на первый план, она двухполисна. Это и автор, но и столький же читатель. И, наоборот, это читатель, который также в любой момент может стать автором. В общем, чистые вот эти полюса, чистые авторы или читатели, они вымирают. И время слушателей прошло, на арену медиа выходят читатели, и они взрывают классические медийные ландшафты. Ну, а вот в нашем научно-музовском контенте мы видим, что в разы повышается объем информации, который выдает авторский контент, и состоит очень много вопросов. Готовы ли мы к этому? Хватит ли нам журналов, чтобы включить это все? И способны ли мы влить новый публикационный поток в старые меха? А вот это немножко я хочу здесь визуально на диаграмме представить, что происходит. Мы привыкли видеть информационный поток в виде такой колбы с узким горлышком, где автор один, а читателей много. И вот автор выливает свою информацию, так скажем. Вот давайте представим, что сегодня все перевернулось вверх дном, и зачастую возникает ситуация, когда авторов становится много, на которых очень немного читателей. Это уже нам всем знакомо. И, собственно, новые медийные токи и потоки, они уже строятся вот так, наслаиваясь одна ситуация на другую. Когда в одном случае автор остается классическим учащим, а в другом случае авторы – это скорее клиенты у читателя. И во главе узким горлышком является именно читатель, а не автор. И очень важно, что вот эта ситуация, она не просто статична, она возникает вследствие такого энергетического потока от читателя к автору, которого раньше не было. И вот я попытался индукционными токами отразить примерно такую же ситуацию, когда возвращаются, возникает такое завихряющееся круговое движение. Переход от читателя к автору, от автора снова к читателю. То есть человек постоянно меняет свои модусы. И это нормальное сегодня состояние. Каждый должен быть и тем, и другим. Ну, а теперь постараюсь расшифровать, что происходит на рынке и чем это сопровождается. Ну, в целом, как бы если сказать резко, ситуация нова в том, что автор покупает читателя. В то время как классическая была, когда читатель покупает автора, и на этом строились все информационные, особенно книжные рынки. И вот новый спрос – это спрос от читателя, спрос от авторов к читателю. Автор перестал быть обслуживающим читателем лицом, который зависит от продаж читателя и живет за счет продаж читателя. А автор в этой новой ситуации становится заказчиком, оплачивающим читательское внимание, покупающим читателя. Вот это обстоятельства для нас полностью новые и меняет ситуацию на рынке информационного производства. Что следует вместе с этим? Все это возникает в результате цифрового упрощения процедур публикации, снижения публикационного барьера, который породил вал публикационной активности. И тот, кто раньше не мог публиковаться, был недопущен к информационному рынку, сегодня эти возможности получил. Возникло изобилие контента, и в отношении читателя, потребителя тоже ситуация изменилась. У него стало меньше меток правильного выбора, выбор затруднен, и чтобы разобраться во всем этом публикационном потоке, необходимы воли и временные ресурсы, которые у читателя нет. Поэтому читатель все более переходит на простой режим, на самые очевидные выгоды из этой ситуации, основной из которых бесплатный доступ. Вот бесплатный доступ – это, так сказать, та волна, которая порождена вот этим выхлопом множества новых авторов. А автору, соответственно, все сложнее и сложнее пробиваться к читателю традиционным путем читательского выбора, и он принимает усилия, чтобы самостоятельно выйти на учителя. Вот так вот возникает завихрение и изменение ситуации. И вот ситуацию переизобилие, переизбытка информационного хорошо иллюстрирует вот эта карикатура. И очень понятно, что это совершенно другая ситуация, чем была до того, когда был дефицит, недостаток морковок. И если мы подумаем о библиотеке в этой новой медиа-среде, подумайте, как найти место между морковкой и зайцем, когда, в общем-то, морковок больше, чем достаточно. Еще одно следствие этой ситуации – дискредитация издателя. Когда публикации становятся вседоступны, конечно, роль издателя все больше ставится под вопрос. Его инвестиции снижаются, его вклад в творческий продукт снижается, и для многих он предстает ненужным посредником. Он, конечно, пытается воспрепятствовать уходящего потребителя, стремится вернуть снижением цен, оптимизации затрат. Вот все более очевидно в нашей особенно научно-учебной среде приближение к концепции самостоятельной авторской редакции. То есть все это для снижения затрат. Но тем самым только больше становится очевидность, ненужность издателя. И возникают целые инструменты коллаборативной редакции, когда общественность как бы редактирует. Много инструментов снижения стоимости публикации. В общем, в результате всего издатель все более дискредитируется, уходит с рынка, и его рынок сжимается, как шагриневая кожа. Все это мы наблюдаем. Соответственно, происходит дистрофия традиционной дистрибуции. Это тоже фундаментальные факторы. То есть привычные каналы продаж, определяемые издателем, виднеют и оскудневают. А наполняются новые каналы цифровыми, именно теми каналами, которые формирует рынок авторов. Массовые читатели уходят в каналы блогосферы, социальных сетей. Мы это все видим. И в этих цифровых каналах также возникают новые публикационные форматы. Чуждые старым. Традиционные издатели придерживаются традиционных форматов и традиционной дистрибуции. Это, прежде всего, твердые носители, бумажные книги. И этот рынок неминуемо снижается. И существует экономически обусловленный предел масштаба, когда это снижение становится критичным. Предельная стоимость продукта. Когда, условно говоря, ниже этого предела тиражи выпускать уже просто бессмысленно. И вот товары в том виде, к которому мы привыкли, становятся абсолютно экономически неоправданными, нерентабельными. И вместе с этим падают и обслуживающие отрасли. Полиграфические, почтовые и так далее. Все это мы потихоньку наблюдаем. А первым достаточно ярко эти процессы обобщил Андрей Мирошниченко в книге «Когда умрут газеты». А то, что приходит на место традиционных каналов продаж, это уже называется по-другому. Информационные потоки. И дело в том, что цифровая дистрибуция имеет принципиально иную природу, чем традиционные. Если традиционная торговля работала с товаром, в частности с книгой как товар, то цифровые каналы, они работают с потоками информации. И основная задача цифрового канала – обеспечить лояльность своего потребителя, удовлетворить качеством своего отбора контента, уже мощного, это не товары, это мощный контентный поток, а свобоводить его от мучительных поисков. Вот если это владелец цифрового канала обеспечивает, он оформляет свои отношения с потребителем посредством подписки, вот так выглядит новая цифровая контентная экономика. В подписке свои плюсы, здесь оплачивается уже не содержание, а время, ставка за контент. И задача владельца канала – в ту подписку, в ту экономику подписки уложить максимально качественный, интересный контент. Вот в этом преимущество старых и новых торговцев информации. Если старый с единичным товаром работает, то новый работает пакетный. Соответственно, его издержки гораздо ниже, его контент интереснее, чем тот, который с единичными. В общем, здесь и возникает конкуренция, борьба издателей и агрегаторов. Потому что, ясно, владельцы канала – это агрегаторы. А те, кто занимается агрегатами, становятся владельцами канала. То есть новые игроки на информационном рынке. Теперь взглянем в сторону авторов. Что происходит с ним? Ну, прежде всего, с классическим автором. Конечно, кризис издателя сказывается на положении классического автора. Кто такой классический автор? Это тот талантливый человек, который умеет писать, которого, мы привыкли, издатель ищет и находит, раскручивает, продвигает. И в результате возникает качественный, интересный продукт. Вот этот автор, конечно, переживает сложности. Он теряется в потоке новоприходящих авторов. Это автор издающийся, который действительно автор талант. С большой буквы я вот его здесь пишу. Всю жизнь он пробивался из обычных людей, самоутверждался, выбивался в лидеры тиражей. И, конечно, вот вместе с дистрофией классических медиа, он теряет свое привилегированное положение. Там, где спрос диктует автор, вот на рынке авторов, талант настоящего автора, конечно, уходит на второй план. На этом рынке не читатели диктуют спрос. Возникает опасность утери такого автора, признанного поклонниками. И я это называю феноменом потерянного автора, который возникает вследствие простого количественного роста автора. Их становится так много, что отличать, выделять, продвигать вот таких индивидуальных становится очень непросто. Тем не менее, в тот момент, когда перестают работать традиционные издательские средства, продвижение автора, последнему ничего не остается, кроме как брать ситуацию в свои руки и заниматься собственным продвижением. И вот автор способен выстраивать новые пути продвижения. Вообще, он берется за себя сам, занимается автор продвижением, которое становится условием успеха его творчества. И надо сказать, что это получается. И как раз вот в той ситуации переизбытка имя автора остается одним из существенных меток в информационном потоке, центром идентификации качества творческого продукта. Поэтому сама ценность автора, она, конечно, никуда не уходит. И в новой цифровой медиасреде автор, который занимается своим продвижением, получает целый ряд новых инструментов, позволяющих привлекать к себе внимание. Это новый фокус социальных сетей, ориентирующих внимание читателей, издательского продукта, наличность и индивидуальность. И целый ряд других медиаинструментов. И в этой ситуации тот, кому удалось в сетевой среде себя продвинуть, победитель, он получает все. И наоборот, остальные миллионы авторов, они, так сказать, не получают ничего. То есть разделение между элитой и массой, оно еще увеличивается. Хотя казалось бы, что масса приходящих авторов должны все заслонить. Наоборот, вот это разделение, оно углубляется. И почему это происходит? В чем специфика новых инструментов? Специфика, прежде всего, навигации социальных сетей. Она трансформирует поток контента от готового продукта под ключ, который исходит от издателя, к читателю-лотсману, который определяет поток собственным индивидуальным выбором. Вот в этой новой навигации контента в центре оказывается сам потребитель, читатель, его личность, его интересы, а не обслуживающий его издатель-посредник. То есть читатель, когда он пишет в социальных сетях, рекомендует, получает здесь авторитет, он, конечно, ближе к любому другому читателю. И он, опять-таки, становится метко. Он помогает определиться в этом изобилии товаров. Поэтому, как ни парадоксально, но метод сарафанного радио в нашу эпоху, он становится еще более востребован и действенен, чем это было прежде. И причина здесь в том, что социальные сети вообще демонстрируют нам совершенно новый характер движения информации. Это не просто потребность демонстрационного поведения, как вот определял, например, Юрген Хабермас, вот такую потребность людей как-то себя демонстрируют. Конечно, для социальных сетей это важно. Каждый пытается дать свой портрет через социальные сети. И вот оказывается, что портрет личности во многом определен не столько личной историей этого индивида, сколько его выбором, его информационной историей, информационным эксклюзивом. В том, что он любит, как он ориентирует своих друзей среди музыки, книг, текстов и так далее. И с другой стороны, на самом деле каждый автор потенциально является неким блогером, то есть демонстрирующим себя, публикующим во мне. То есть это вообще в природе автора, демонстрации собственной личности, проявление авторской экспрессии. Автор пишет о себе, и все это ложится в гармоничный блог. То есть любое творчество, оно автобиблиографично, его можно назвать тоже таким мегаблогом. В общем, цифровая среда, она вот эти потенции выявляет, и тем самым усиливает. Любая публикация в цифровой среде становится как бы публикацией в социальной сети и распространяется силами этой сети. Вот кто умеет воткнуться в эту розетку, тот побеждает. Издателю это зачастую сделать очень трудно. Ну вот вы видите, что блоги, это в основном индивидуальные авторские блоги. Очень редко, когда какой-то издательский блог тоже получает такое же признание, хотя там работают люди, кстати, профессиональные. Тем не менее, ну это неинтересно, история какой-то компании. Так что блогер заменяет журналиста-эксперта, который раньше продвигал книги. Ну и вот тот автор, который занимается самопродвижением, он, конечно, всегда находится в гонке преследования вот этими мириадами других авторов. И он все время должен в это, не выключаться из этого, по сути дела, всю свою жизнь посвящать самопродвижению. И вот эту работу над произведением и работу над продвижением произведения сегодня уже практически нельзя различить. А награды этого возникновение автора бренда. Вот тот автор, который становится брендом, он получает все. Это маркетинговая коммерциализация имени, это многосторонность, многофакторность признания, то есть его видят и здесь, и там, и на телевидении, и там в интервью различных. Он маячит повсюду. Вот это и есть тот, чему стремится каждый автор. И автор начинает зарабатывать на всех рынках. Не только на каком-то книжном, но он снимает и сериалы, он занимается компьютерными играми, телешоу и так далее, и так далее. Успешный автор. Ну, например, «Метро-2033», которое превратилось, воплотилось во всех форматах, которые только можно придумать. Успешный медиапроект. Как пример. То есть это уже авторское творчество, не столько творчество в классическом смысле, когда автор затворный, где-то там что-то пишет, сколько уже бизнес, в духе селебрити, который имеет нечто родственное с шоу. И вот успешные проекты, как мы видим, там, «Гарри Поттер», «Роулинз» и так далее, это уже действительно какие-то такие больше из шоу-бизнеса, чем из наших традиционных представлений. Вот. И что важно, мы всегда называли автором того, который способен материально обеспечить себя своим творчеством. Вот в условиях переизбытка таких все меньше. Большинство авторов переходит в так называемый статус хвоста. Это такой вторичный авторский статус, когда он или преподаватель, или еще чем-то живет. Тех, кто живет только своим творчеством, становится все меньше и меньше. Вот. Я не буду приводить здесь диаграмму, которую тоже часто мои коллеги Владимир Харитонов показывает, о том, что у нас в России буквально сотни авторов, которые действительно живут за счет этого. Но это зато часто миллионеры, потому что, как я сказал, ножницы эти расходятся все дальше и дальше. Причем важно заметить, что уже зарабатывание этого бренда это уже не столько заслуга издателя, сколько заслуга самого автора. И он получает от этого все дивиденды, а не издатель. Другими словами, автор формирует собственный капитал в виде вот этой медиакапитала. Он состоит из известности, из способности привлечь инвестиции и, прежде всего, из объема лояльной массы читателей. То есть автор – это не тот, кто просто пишет и создает произведения. Таких много. А тот, кто обладает определенным потенциалом внимания аудитории. Вот это и есть авторский капитал. И он тем выше ценен, чем больше можно извлечь из него, расходуя на это меньше инвестиций. Вот такой вот капитал медийной экономики ценится больше, чем реальный денежный капитал какого-то издателя и продюсера. И вот такой раскрученный автор в нашей медиасреде значит больше, чем издатель и режиссер. Последние не обладают медийным капиталом, но зато они способны трансформировать его медийный капитал в финансовый. Ну, как пример, вот у нас писательница Донцова. Если вы посмотрите по отчетам, одни только ее книги за последние 20, наверное, лет заработали больше, чем десятки крупных издательств. И, собственно, вот ключевая особенность вот этого нового авторского рынка, на ней я хотел бы остановиться особенно. Капитал возникает на разнице производительных потенциалов. И, как всегда, на любом рынке он распределен неравномерно. Ценность капитала обычно возрастает в ситуации его дефицита. Когда чего-то нет, вот ощущается именно то, что этот ресурс является капиталом. Соответственно, концентрация капитала, она всегда предполагает наличие неимущих. И вот абсолютное большинство авторов это неимущие авторы, которые не обладают авторским капиталом, а только мечтают его получить. И вот каждый из авторов начинает обычный путь, путь создания этого капитала или конвертации другого капитала, например, финансового, в авторский. Они вкладываются в свое продвижение, платят за свои издания. Вот это, собственно, и создает рынок авторов. Готовность людей платить за то, чтобы стать авторами. И это реальные деньги. Вот здесь я бы обратился к французскому социологу Пьеру Бюдье с его концепциями социальных рынков, юридических, религиозных. Вот везде, где происходят какие-то обмены ресурсов, не только финансовых, прежде всего ресурсов компетенций. Вот такой авторский рынок, он подобен этим рынкам. Он формируется на основе профессиональных компетенций и информационных обменов. Он аккумулируется, конвертируется в другие виды капитала. В общем, он живет самостоятельной жизнью. И вот когда на рынке вложения самих авторов становятся ощутимыми и даже превосходят, скажем, капиталы, которые получают авторы с рынка, когда авторы больше вкладывают в рынок, так скажем, чем они получают с него, вот тогда можно говорить о создании рынка авторов. Авторы, прежде всего, сами на нем курсируют, они сами в него вкладываются, да, и только какая-то верхушка получает с него реальные капиталы. А вот теперь можно вспомнить и об издателе. Автор не творит ничего, да, он тоже, как и все производители, нуждается в сырье, в каких-то дополнительных ресурсах. То, что есть у него, это личный опыт, талант, искусство, вдохновение, наконец, свободное время. Но при всем этом автор нуждается в площадке продвижения. Вот это и есть материал медиа, то есть медиум, который доносит его сообщение до адресата. И вот, как правило, как раз медиумом автора не владеет. Это чужое. Медиум владеет издатель. Или он там на бумаге печатает, или на какой-то цифровой платформе. В общем, именно издатель с помощью медиума способен донести произведение до публики, включить в рынок, дать статус публичности и вообще сделать публикации сообщения автора. Если раньше это вообще мог делать только издатель, то с возникновением интернет-платформ и инфраструктуры самой публикации автор получает возможность получить к этому ресурсу доступ более просто, чем прежде. И таким образом медиум публикации становится услугой, которую автор может приобрести за деньги у издателя, у разработчика платформ. Вот в этом случае автор становится активным потребителем, а не просто пассивным потребляемым, которого привлекает автор. То есть автор сам покупает услуги, а не оказывает их. То есть в этом контексте автор получает публикацию как услугу, он приобретает труд издателя. То есть отношение с издателем меняется на полностью противоположное, чем было раньше. Вот рынок автора, он и подразумевает такую полную перемену ролей классического рынка издателя, когда автор не покупаем, а сам покупает. и при этом возникает еще один парадокс. Читатель оказывается вытеснен за пределы экономики публикации. Вот в данном случае, когда автор покупает издателя, уже читатель ни за что не платит, и его участие интересует участников рынка лишь косвенно. он просто получает создаваемую публикацию, получает возможность доступа к ней бесплатного или платного как дар или как некую услугу. Расчеты ведутся между автором и издателем. Если доступ к произведению бесплатный, то в этом случае читатель получает его просто как некий бонус экономических отношений автора и издателя. Он может читать публикацию, может не читать, в общем для экономики публикации это несущественно. Получается, что рынок авторов существует не для читателя и читатель не определяет здесь в первую очередь ставки. Тут очень близкая аналогия с рекламной продукцией. По сути дела в рекламе происходит то же самое. Рекламная продукция информирует публику о рекламодателе, рекламодатель платит за нее. Конечно, он желает, чтобы публика читала информацию, но энергия вот этого желания происходит сугубо от рекламодателя. Читатель абсолютно пассивный элемент. Он может заинтересоваться, может не заинтересоваться. Он терпит это именно потому, что получает сам контент бесплатно. Его терпение это плата за бесплатный контент. Точно так же рынок автора имеет читатель исключительную в качестве информационной цели. Он заряжен такими же энергиями экспансионистскими расширения информации, но часто не имеющий ответа со стороны читателя. То есть рынок авторов, как и рынок рекламы не может всерьез завоевать читателя, потому что не на него направлен, но он может встроить в эффективные медийные стратегии. И как и на рынке рекламы здесь тоже происходят такие проекты. Например, Амазон, который достиг того, что самопубликации самостоятельные авторы обогнали доходы от традиционных издателей. То есть Амазон сумел совместить сам издатель с издательским контентом. И вот такие эффекты возникают и рядом с нами. Прежде всего с ситуацией с научными публикациями. Но обращу внимание, что публикационные и публичные пространства вообще это поле воздействия многих агентов, не только авторов или издателей. Поле публичности это такое многомерное пространство различных интересов, влияние информационных потоков и государства, и общественность, меценаты и так далее. Сюда выходят все. И вот например мы обращаем внимание на такой вот заметный тренд научной публикации, научные журналы, они все больше становятся субсидируемыми, прежде всего со стороны университетов. Вот видно университетам выгодно, чтобы существовали журналы, это как бы их лицо, и они субсидируют, то есть они не продают информацию, им не это важно, они получают, они становятся спонсорами, получают отсюда другие дивиденды, они вкладываются в рынок публикации и становятся основными спонсорами идеологии открытого доступа, предоставляя свои журналы бесплатно. Это вот с одной стороны, действия рынка авторов заказчиков, университет становится заказчиками публикациями, а другое последствие то, которое вызывает требования высокой публикационной активности, предъявляемой к ученым и преподавателям. В этом случае зачастую порожденные искусственными мотивами, неподдержанными внутренним научным ростом, вот это требование публикации порождает поток бессодержательных, вымоченных, насыщенных плагиатов публикаций, в свою очередь, порождает мусорные журналы, в общем, вот тот пласт, который, в принципе, бы и не возник, если бы не было вот этих мотивов, и он является в каком-то степени информационным мусором. Вот этот пласт уже оплачивает целиком рынок авторов, как услуги публикаций. Это, конечно, это, конечно, имеет негативные последствия, понижает качество науки, ценность публичного пространства. Против этого существуют свои способы противодействия, вот как реферативные базы данных скопус в Эпо-сайенсе, те, кто, университеты, которые очень отслеживают качество, побуждают уже публиковаться в таких проверенных сегментах, или там РИНС, журналы ВАК. Вот, тем не менее, мы должны понимать, что это все является следствием роста рынка авторов, когда автору важно лишь бы опубликоваться, и он за это готов платить. Когда готов платить, всегда найдется тот, кто это все опубликует. Это вот один такой феномен, другой феномен, порожденный рынком автора, это платформа самопубликации. Эти платформы автоматизируют процесс публикации. Здесь автор всегда найдет возможность за денежку некую себя опубликовать небольшую. Ну, и тут тоже демонстрируется ограниченность этих инструментов. Как правило, авторы, которые живут на платформах самопубликации, ну, это Ридера или вот библиотека Машкова там и другие, они не могут прозору, стихиру. Вот авторы, как правило, не способны выйти за пределы этих платформ. Даже будучи звездами у себя даже на больших платформах, они не становятся звездами, авторами в обществе. Вот те, кому удается выйти за эти пределы, те действительно движутся в сторону брендов. А те, кто публикуется лично о них, это просто удовлетворение собственного тщеславия. Тем не менее, возможны такие эффекты, как у Амазона, как у Ютьюба, когда платформа становится глобальной, охватывающей благосферу. Ну, это происходит тогда, когда рынок авторов вливается в более мощный читательский рынок, когда происходит их слияние и синергия. Вот там, да, вот там вот этот оппортунистический подкуп авторами, он становится как бы одним из элементов, он становится незаметно. Но как только это снова становится очевидно, читатель оставляет эти площадки. Пример, некоторые социальные сети, когда так, когда они становятся платными за счет денег тех, кто хочется продвинуться, то постепенно они становятся неинтересными и читатель их покидает. Ну, и несколько слов о внутренних истоках вот этого рынка авторов. Почему все так хотят публиковаться? Вот здесь я бы сослался на очень интересную книгу Джорджа Блоссома «Нация контента», который один из первых отозвался на вот эти тренды и раскрыл источник коммуникативного творчества, которое раньше было как бы забито в традиционной системе публичности, туда не пускали. В то же время такое коммуникативное творчество, оно является нашей базовой потребностью, эстетически преобразовывать действительность, самовыражаться, самопрезентирует, показывает себя вовне. То есть это такая форма эстетического информационного преломления окружения, который каждый человек в себе переживает, создает вокруг себя некий самосвой эстетический мир, в который он погружен. Он старается его распространять социальные сети идеально реализует вот этот творческий подход, когда не обязательно просто писать что-то, а можно реагировать на чужие посты, участвовать в дискуссиях, комментариях, все это создает контент, все это является творчеством. И благодаря этому каждый как бы становится создателем контента, который приобретает свои формы и начинает как-то потребляться. И вот эта потребность и новые формы, которые позволили овеществить вот эти потенции, они, говоря глобально, и вообще породили интернет. Легко представить, что если бы интернет в самом начале бы работал по жестким, с жестким соблюдением авторских прав, что в нем бы нельзя было найти нелегальную продукцию, что в нем все зиждилось бы только на авторском вот этих вот комментариях там живых и собственной продукции, там кто что фотографирует о себе, там видео снимает, вот это было бы просто неинтересно. именно благодаря тому, что интернет соединил с одной стороны качественный издательский проект, контент практически на бесплатной основе, и плюс прибавил к этому мощный новый информационный поток, то, что люди создают сами по себе, вот этот вот синтез и породил эффект интернета нового медиа-ландшафта. вот и те эффекты, о которых мы сказали, в частности подрыв рынка СМИ традиционного издателя, исчерпание рекламы в СМИ и создание источников открытого доступа. То, что раньше было за деньги, сегодня уже доступно часто бесплатно. Вот благодаря этому рынок авторов экономически развивается как пространство открытого доступа. Вот о нем я хотел бы тоже остановиться как феномен рынка авторов. Открытый доступ оплачивают авторы в целом. Это очевидно. Но каковы финансовые источники самих авторов? Прежде в системе классических медиа авторы были как раз основные бенефициары этой системы, они собирали деньги с как важнейшие поставщики контента. Зарабатывали, жили насчет этого. Вот сегодня, как мы увидели, они сами платят, а не зарабатывают на этом рынке. Откуда? Почему? Откуда берут они деньги? Это говорит о том, что старые и новые авторы это по сути разные сообщества, почти не пересекающиеся множество. Новые авторы в широком смысле это все участники интернета, так или иначе создающие вот этот контент. И они вкладываются не только и не столько деньгами, но комментариями, накруткой популярности, вот то, что называется трафик. И эта авторская категория иная по масштабу, чем прежняя авторов талантов. Поэтому они создают экономику интернета одним своим интересом и участием. Это экономика внимания, истинно медийной по своей сути. Этот сегмент исчисляется миллионами. Вот у нас, я цифру слышал, в сетях присутствует около 80 миллионов человек. Вот, вы понимаете, насколько это другой размах, чем тот рынок читателя, о котором мы традиционно вели речь. И вот, в экономике внимания не обязательно платить за что-то. Поскольку речь идет о таких огромных человеческих ресурсах, экономика внимания создает такие энергетические центры присутствия и притяжения, что к нему магнетически влекутся все иные экономики. Приходят рекламодатели, заинтересованы производства, заинтересованы всякие шоу-бизнеса. Ну, то есть, все начинают крутиться вокруг этого. Поэтому финансовые источники такого рынка очень многообразные. Это и спонсоры, и реклама, и так далее, и так далее. И, учитывая размах этой экономики, которая вовлекает две трети населения земли, она огромна, она, по сути, вообще не очень-то и нуждается в выплатах собственного автора за то, чтобы опубликоваться. И ей не нужна одна базовая модель, по которой работают товарные рынки. Она включает все модели и взаимоотношения, которыми питается жизнь. Вот в этом уникальность и, ну, в чем-то величие рынка авторов. Ну, а теперь немножко об инфраструктуре этого рынка, прежде всего о платформах самопубликации. В своем большинстве эту инфраструктуру создают компании, они же являются основными бенефициарами этого рынка. Речь идет о платформах Web 2.0, платформы самоиздатой и самопубликации, на которых контент создают сами пользователи. Вот, собственно, в этом создании и происходит творческий процесс. Со стороны разработчики здесь разрабатывают программные комплексы, которые автоматизируют процесс творчества, составляют цепочку публикаций, в чем-то заменяют традиционного издателя. они это делают дешево, но функционал основной мы представляем как создание некой базы данных таких произведений, она снабжается поиском, сервисами для использования, цитирования, комментария, в общем, вот в этом секрет их успеха. Ну, и вот значимость вот этой категории ресурсов, которые образуют платформы самопубликации, а это вот все наши основные YouTube, Instagram, социальные сети, значимость настолько велика, что становится моделью для развития всего интернета. Какой бы мы ни взяли ресурс, мы найдем немало крупных вещей, там, создание новостей, или комиксов, или художественного творчества, огромная часть ресурсов построены по модели, в которой сами пользователи и создают контент. Торренты, репосты, информационные базы данных, сайты по трудоустройству, различные вопросники, в общем, все эти огромное количество интернета, ресурсов объединяет то, что здесь не какие-то издатели им занимаются, там, очищают, пестуют свой контент, а делают эти сами пользователи, платформа помогает им все это упорядочить, найти бестселлеры и так далее. Благодаря участию в них пользователей становятся авторами. Ну вот, собственно, вот эти основные черты того, что происходит на медиарынке, я обозначил те феномены, которые приходят вместе с рынком автора. Мне кажется, я был достаточно убедительен, чтобы показать, что это действительно огромный рынок, рынок, растущий прежде всего вместе и на почве интернета и вовлекающий сюда колоссальные ряды интернет-пользователей. Но и поскольку у нас тема нового медиаландшафта, изменения его, то вот эти изменения можно отразить в такой диаграмме, они становятся очевидными. Здесь синим цветом влияние рынка авторов, оранжевый, это присутствие рынка читателей. И как вы видите, если рынок авторов когда-то всегда начинался на территории классических читательских рынков, то он быстро перерастает их масштабы. Вот возьмем с наших три традиционных сегмента. Пресса, например, газеты, да, сначала сюда пришли интернет-СМИ и традиционные и нетрадиционные издатели создали вот такие оперативные быстрые СМИ. СМИ читатель очень быстро переключается с бумажных газет на интернет-СМИ. А на его почве возникли и эффект блогеров, которые тоже сегодня нельзя не замечать. Огромная армия блогеров, которые являются прямым порождением рынка авторов. Вот пресса мельчает и уходит перспективы ее даже неясны. Вот в области периодики тоже заметны колоссальные трансформации. Бумажные журналы все меньше остаются бумажными и все меньше им удается работать на платной основе. Особенно это касается научных журналов. Вот я помню еще не так давно на платформе Е-Лайберри заявлялось о том, что в России существует тысячи полторы тысячи журналов. Но до трех потом стала цифра сегодня уже стоит цифра 6 тысяч периодических изданий. Вот и все это уже как правило не на платной основе, а в качестве ресурсов открытого доступа, которые тоже растут как грибы после дождя. И во всяком случае в научной периодике ресурсы открытого доступа, ну как и интернет просто форматы съедают наш традиционный классический бумажный журнал. Хотя уже не так агрессивно как это в новостном сегменте. И наконец третий сегмент книги. Как видите сегодня можно сказать, что несмотря на то, что было наступление электронного формата, электронных книг, бумажные традиционные книги выдержали этот натиск и сохранились как достаточно устойчивые неприступные книжные отрасли. Но если мы посмотрим о том, ну и сегмент электронных книг включился в ландшафт книжного рынка, но не исказил его в своем существе и занял небольшую нишу 10-20%. Но если мы включим в более широкие процессы рынка авторов, то мы увидим, что книги падают не из-за присутствия или оттягивания электронных книг, а из-за оттягивания других электронных форматов. Авторы уходят в интернет, авторы уходят в другие аудиовизуальные форматы, авторы уходят на рынок авторов, чистый рынок. книг становится все меньше, финансовый потенциал этого рынка тоже сужается, в общем, и в этом сегменте нельзя сказать, что все остается благополучно. Вот такая динамика текстового медиа-ландшафта, я бы так сказал, процесс этот заключается в том, что текст переходит в гипертекст. И как раз в гипертексте, прежде всего, в пространстве интернета наиболее свободно чувствуют себя представители рынка авторов. И о том, какие масштабы этого перехода, тоже недавно слышал цифру, что вот если раньше по распределению времени на чтение книги уходило, или вообще чтение текстов уходило в день в среднем у россиянина один час. Вот сегодня уходит на чтение текстов восемь часов. Но на чтение книг это тоже тот же один час и меньше, а вот семь часов это на чтение текста в другом формате, а по сути на чтение гипертекста, то есть работа в социальных сетях, чтение в социальных сетях, мессенджерах и так далее. Вот так из-под воль, но довольно-таки в заметных глобальных масштабах гипертекст уводит текст, а рынок авторов сжимает как шагреньевую кожу наш традиционный рынок читателей. Ну что ж, вот собственно те тренды, о которых я хотел сказать, да, вот только для заключения. Я много раз подчеркивал, что рынок авторов не может существовать и компенсировать бумажный рынок. все остаются условно при своих. Частично этот рынок авторов приносит на рынок новые деньги. Частично отъедает от старого. Главное, что издатели в любом случае от этого рынка не получают дополнительных доходов. Эти деньги, этот рынок не предназначен для издателей. И деньги рынка авторов создают инфраструктуру открытого доступа, в котором нет места издательства и не будет никогда издательских доходов. Поэтому сохранить структуру классического издательского рынка в новых условиях наивно и невозможно. И тем не менее авторский рынок репрезентирует совершенно другую технологию. Это разные технологии, разные продукты. и в конечном счете, как мы видели, это разные по содержанию авторы. Они пересекаются, но очень сложно в разных точках, в разных объемах, в разных местах. Это разные рынки. Ни один из них не собирается спасать своего визави, где можно наступить, он на него наступит и раздавит. Но и губить друг друг они тоже не намереваются, а живут во многом перекликаясь в такой сложной интересной диалектике взаимодействия. Вот. Поэтому, как мне кажется, то, что в конце туннеля никому из нас предвидеть невозможно, и я тоже не пророк, важно, что это новый медиаландшафт, все к нему должны приспосабливаться, все в нем участвовать, в том числе и библиотеки, ну и конечно наши вузовские авторы, авторы учебной и научной литературы. В общем, жить в нем можно. Вот это главное. Ну что ж, вот это собственно основные информации, которые я хотел донести. Вот. Я вижу, что есть вопросы. Попробую сейчас на них ответить. Так. Любовь Вениаминова-Крашенинникова. Правильно ли будет думать, что дистрифия традиционной дистрибуции касается не только печатной продукции, но и всех других способов доставки контента? Ну, там, прежде всего традиционных способов, да, печатных, бумажных, вот как я показал, вот эти все бумага везде себя чувствуют хуже. В газетах очень плохо, в журналах похуже, но есть оставки, где более-менее. Ну, и книги, в принципе, лучше всех, но это не безоблачно. Так, а какие медийные стратегии могут считаться эффективными? Ну, это большой вопрос, спасибо. Я могу здесь расслаться на наш опыт, вы тоже, наверное, наблюдаете, как мы работаем, мы начинали как электронное издательство, и нам постоянно приходится меняться, потому что цифровой медийный ландшафт, он постоянно динамично меняется, если классические издатели, они все время ищут, как спасти, как бы старые, нам все время приходится искать, как наступать, и, конечно, мы стремимся вобрать в себя классические, в этом плане мы такие скорее агрессоры, но нам приходится тоже очень непросто, потому что, как вы видели, рынок автора, он вообще не предназначен для того, чтобы за него кто-то платил, и авторы сами как бы по привычке не хотят платить, да, они скорее, они как и читатели стараются обойтись за счет внимания, ну, и читатели, они все меньше склонны платить за что бы то ни было, вот, поэтому на этих вот открытых цифровых рынках очень непросто, он живет, еще раз говорю, за счет масштабов, кто не собрал масштабов, вот так, как YouTube или Instagram, тому очень тяжело, тот, кто не владеет трафиком на этом цифровом рынке, не владеет практически ничем, вот мы все-таки ориентированы на качественный авторский контент, поэтому в основном мы зарабатываем издательским контентом, который все в конечном счете оплачивают читатели, да, ВОЗы, например, вот, тем не менее, мы стараемся вовлечь и ресурсы, качественные ресурсы открытого доступа, и, конечно, мы работаем на всех этих вот теми технологиями рынка авторов, скажем, у нас можно автоматически на нашей платформе опубликоваться, в общем, мы какую-то такую преследуем срединную стратегию, которая и там, и там, и от того отчипнет, и от того. Кому-то лучше это все получается, кому-то хуже, в общем, и каждый здесь выбирает дорожку сам, потому что они не протаренные, то есть медийные стратегии, которые гарантируют стопроцентный успех, практически нет. Те, кто нашел этот путь, он, как правило, уже монополизировал, вот, Facebook там создан, все второго Facebook, и даже вот я считаю, что еще какой-то социальной сети масштабной уже не возникнет, как и, например, второго Амазона и так далее. Как бы вы интерпретировали восхождение массовых онлайн-курсов в терминах концепции рынка авторов? Спасибо, тоже хороший вопрос. Да, это вот один из феноменов рынка авторов. Ну, во-первых, это, конечно, прежде всего такой феномен онлайн-масштабирования, то есть создание такого формата, который способен привлечь огромный трафик, и даже если мы там по копейке с этого трафика со всех соберем, мы уже наберем на интересный качественный контент. Вот, единственное, что вот такой вот массовый онлайн-курс, он не может практически быть создан просто каким-то автором. Это всегда очень дорогостоящий продукт, то есть, по сути дела, это издательский продукт в своей основе. Дороже, чем любая книга, там обычно мог должен стоить миллионы рублей, да и даже долларов в качественной разработке. Вот, тем не менее, вот эти сами платформы, они как бы питаются открытым доступом, ну, и точно так же, я думаю, в перспективе будут порождать и приход сугубо авторов. Ну, в частности, вот сейчас большой поток идет создание более простых форматов от тех же ученых и узыских преподавателей. То есть, это уже массовые курсы, именно авторские массовые курсы в рамках университета. Вот это уже такой вот приход проба пера. Поэтому это тоже два таких крыла совершенно разных, как эффект встречи классического и нового цифрового рынка производства. Надеюсь, что я ответил. Так, дальше вот вопросы. Ой, от Любови Вениаминови много вопросов. Так, согласно со всеми тезисами занимаясь разработкой онлайн учебных программ и курсов все время требуется не только и не столько разрабатывать продукт, но и продвигать его. Плата авторов на публикацию в научных в кавычках журналах велика на удивление. Да, вот это яркое проявление рынка автора мусорной журнала. Так, вот Чернов Владимир Анатольевич. Мы наблюдаем, что публикации, размещающие в базах данных веб-of-science и скопус оказываются низкого качества, мало цитируются и менее востребованы сравнения с публикацией ваковских журналов. База веб-of-science и скопус на деле стали непомерно высоко оплачиваемой услугой, а не показателем качества публикации. Очень хорошее замечание, я вот спасибо, я тоже им воспользуюсь, потому что я это тоже подозревал. Веб-of-science и скопус это журналы по сути дела англоязычного пространства научного. И там живые реально те журналы, которые естественно выросли, естественно Science, Nature, те, которые в англоязычном пространстве читаются и цитируются. То, что те вот, то, как удалось нам, россиянам, вузам прежде всего войти на этот рынок, как правило, через выполнение вот формальных показателей, перевод на английский язык. Ну, понятно, что если наш отечественный журнал даже переведут, но там статьи, которые ориентированы на наш русскоязычный рынок, все равно даже на английском языке не очень-то будут его читать англоязычные там зарубежные ученые. Поэтому цитируемость, наверное, там действительно будет оставаться такой же мизерный и даже ниже, как вот вы пишете, чем показатели ваковских, которые более органичные многие, ориентированы на русскоязычную аудиторию, пишут на русском языке, и все там как бы нормально. Вот, поэтому я бы так сказал, что многие наши журналы, которые пытаются влезть в скопус, они являются такими же мусорными журналами, но немножко в другом смысле, как и вот те, которые просто берут с авторов ради публикации. Так что все это на формальных показателях далеко не уедешь. Так, про книжку «Нация контента» на Литрес. Но эта книга только на английском языке есть, так она должна существовать, но она как минимум в десятилетней давности, так что ее надо еще поискать, но это был бестселлер в свое время. Так, ну что ж, вроде на все вопросы мы ответили. Так, вот еще. Может, вы знаете хорошие зарубежные журналы с доступными вознаграждениями за публикации. Могли бы сориентировать на этом рынке. Вот, ну как, да, вопрос сложный на этот раз. Зарубежные журналы ясно существуют. Ну, существует же и Web of Science, и Scopus, они многослойные. Там есть несколько базы данных. Существует ядро вот это классическое, и там, наверное, все журналы такие качественные, цитируемые, хорошие, читаемые. Вот, существует Emerging база, так называемая, развивающаяся, развивающаяся, да, вот сюда входят как раз вот эти наши попытки присоединиться к процессу. Вот, эти, это уже очень разные, это, от них толку мало. Вот, и, соответственно, но, если вот вы хорошие, значит, если журнал входит в ядро, значит, он хороший. Вот, как правило, качественные журналы не должны брать за публикации, они берут там за открытый доступ и так далее, но то, что, как правило, сами гранты научные финансируют. Качественный журнал, он уже живет вот за счет своей авторитетности, ну, такой вот многофакторной, да, там есть и рекламодатели где-то, где-то, может быть, финансовые форматы, но вообще настоящую качественную статью не нужно публиковать за деньги. Мне кажется, вот это правило, на него все ориентируются. Ну, а там уже, где компромиссы идут, там и начинаются деньги. Вот, перевести статью, да, наверное, нужны деньги, может быть, там за редакцию, редактирование где-то, где-то оплачивать, но вообще, если просят деньги, то это, как правило, уже вот такой сомнительный вариант, на который надо довольно внимательно смотреть. Вот, а так их много, но это уже надо смотреть по скопу и вебовсайенс, импакт-факторы, в общем, много-много критерий, которые показывают, насколько авторитетен этот журнал. Но публиковаться там очень непросто. Ну, что ж, коллеги, спасибо за ваше участие, надеюсь, вы будете посещать наши семинары и повышать свою квалификацию. Как вы видите, у нас разные форматы, в том числе и семинары, которые в очень интересных местах происходят. Мы будем с радостью вас видеть. Всего доброго, было приятно с вами увидеться. До свидания. Уважаемые, спасибо за участие в нашем сегодняшнем мероприятии, онлайн-мероприятии. Давайте поблагодарим Константин Николаевича за, как всегда, интересный вебинар. Напоминаю, что Константин Николаевич появляется у нас в эфире раз в месяц. Следите за расписанием вебинаров и регистрируйтесь на его вебинары. Вас всех я приглашаю на остальные вебинары Директ Академии. Напоминаю, что Директ Академии это вебинар каждый день. Каждый рабочий день мы проводим вебинар чаще всего в 12 часов. Находите наши вебинары на нашем сайте, знакомьтесь с расписанием и регистрируйтесь на интересные темы. Всего доброго, до встречи в Директ Академии. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова